церковь и духовный мир человека раскрытие истины мир вам друзья приветствую вас на блоге виктора буслова по знанию каждый из нас живет и гражданин какого-либо государства то есть он француз японец гватемалец и так далее то есть его принадлежность и национальность зависит от государства в котором он родился проживает или гражданин ну и конечно человек если проживает на территории какой-либо страны обязательно подчиняется законам этой страны мы все знакомы с понятием церковь и духовный мир человека интересно что у этого слова у каждого из нас свое понимание да друзья свое понимание почему одни ходят только на пасху а другие три дня в неделю другие знают что такое церковь а вообще не посещают ее сегодня мы затронем такую тему как духовный мир человека и роль церкви в его жизнь особенно внимательная это роль церкви в духовном освобождении человека четыре отличия церкви христа во-первых церковь создается иисусом христом они людьми и именно церковь наполняют дети божьи эта церковь не людей или кого-либо а церковь его господь назвал ее моею я хочу на этом сделать ударение что церковь до сих пор принадлежит иисусу христу во вторых врата ада не одолеют ее то есть именно в церкви человек может найти убежище освобождение от злых нечистых духов и так далее почему господь сказал что даже врата ада не одолеют ее в третьих служители дети божьи смогут молиться освобождать исцелять и так далее почему почему такие люди хорошие нет это господь дал свое разрешение связывать и развязывать болезни нечистых духов и так далее вдобавок господь дал ключи царства небесного именно здесь люди спасаются становятся детьми и божьими исполняются духом святым и рождаются свыше рождаются в царстве божье духовный мир и в конце времен будут освобождены во всей полноте и придут физически в царство божье присутствие божье познайте духовный мир человека и церкви в этом полном благодати и истинные видео погрузите в создание церкви иисусом христом и духовную сферу человечества узнайте как церковь наполнена детьми божьими обеспеченные освобождением защитой и поддержкой в жизни духом святым подпишитесь сейчас чтобы получить более захватывающий контент о духовном мире человека и церкви изучение духовного мира человека церковь и божественная защита церковь как строение иисуса христа так вот как и государство как и государств много так и в понятии церковь люди влаживают свои понимания на этом основании могут возникнуть споры чтобы этого избегнуть мы примем основ основное понятие церковь и от нее будем отталкиваться в этом видео и на всем блоге мы последователи и служители церкви которую создал иисус христос поэтому мы называемся христианами как говорил господь через евангелие мотфея 16 глава стих 18 и 19 и я говорю тебе ты петр и на сем камне я создам церковь мою и врата ада не одолеют ее и дам тебе ключи царства небесного и что свяжешь на земле то будет связано на небесах и что разрешишь на земле то будет разрешено на небесах евангелие от мотфея 16 глава стих 18 и 19 церковь создана иисусом христом а люди собирающиеся церкви принадлежащие иисусу христу называются христиане откроем книгу деяния главу 11 стихи 25 и 26 потом варнава пошел в тарс искать савла и найдя его привел в антиохию целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей а учий а ученики в антиохии в первый раз стали называться христианами эта книга деяния 11 глава 25 26 стих чудеса исцеления церкви после воскресения иисуса христа служение и дело иисуса христа продолжила его церковь посмотрим что говорит на это господь в евангелие от иоанна 14 глава стих 9 12 13 истинно истинно говорю вам верующий в меня дела которые твою я творю я и он сотворит и больше сих сотворит потому что я к отцу моему еду если чего попросите у отца во имя мое то сделаю да прославится отец в сыне иоанна 14 глава стихи 12 по 14 это господь говорил на пасхальной вечере своим ученикам в вифлееме перед распятием именно про такую церковь и пойдет речь в нашем видео а вы посещаете христианскую церковь если посещаете поставьте лайк греховная плоть церковь это основа источник силы для духовного мира и жизни человека противостояние греху и злому духовному миру нахождение и принадлежность причащение человека к живой церкви живыми людьми обязательно внутри каждого человека рожденного на земле присутствует греховная плоть она внутри каждого человека поэтому человек не ощущает ее ее воздействие тот кто слышал про церковь но не посещает ее и практически не может сопротивляться греховной плоти что и делает его рабом греха это грешник человек просто подчиняется этой плоти которая проявляется в основном это похоть плоти похоть очей и гордость житейская это как ветка которая была отрезана от дерева она вроде есть но листьев плодов нет чтобы она плодоносила она должна быть привита к дереву так ведь так и человек если он отрезан от церкви тела христового он вроде бы есть но силы сопротивляться греху и злым духом нет почему бы ему чтобы ему противостоять греху и злому духовному миру ему нужно быть привитым к церкви почитайте известные слова господа про виноградную лозу в евангелии от иоанна здесь сами прочитайте что про вас говорит господь в евангелии от иоанна 15 глава что значит быть частью тела христова церковь это основа и источник силы духовного мира человека человек который посещает собрание является членом церкви и это делает причащение при это приращение его к телу христовому откроем послание павла и тимофея колоссянам первую главу стих 24 ныне радуй страданиях моих за вас и восполняю недостаток плоти моей скорбей христовых за тело его которое есть церковь колоссянам 1 глава 24 стих как и наполнение исполнение крещение духом святым начинается называется рождение свыше так и церкви называется телом христовым в ней всякого сомнения даже спустя 2000 лет это все также церковь так и спустя 2000 лет это тело христово кто приходит с верой в иисуса христа к богу отцу получает прощение и очищение от грехов и бог наполняет его духом святым вот люди день пятидесятницы исполненные духом святым называются дети божьи они также называются ученики общения святых также и тело и церковь христова так вот здесь собрание людей исполненных духа святого никакой нечистый злой дух не может быть присутствии духа святого и его церкви церковь это во-первых источник внутренней силы духовного мира человека во-вторых не дает возможности злому нечистому духовному миру влиять или быть одержимыми одержимому ими человеку дух святой наполняет духовный мир человека этот пример описан в евангелиях откроем для примера луки 11 главу стих с 24 когда нечистый дух выйдет из человека то ходит по безводным местам ища покоя и не находя говорит возвращусь в дом мой откуда вышел и придя находит его выметенным и убранным тогда идет и берет собою семь других духов злейших себя и войдя живут там и бывает для человека того хуб последнее хуже первого это евангелие от луки 11 глава стих 24 26 здесь говорится о том что да человек может быть свободным от греха и злых духов и это не проблема но что дальше господь говорит что нечистый дух выйдет но он походит походит и обратно вполне может прийти обратно и что он увидит представьте вы были долго в дороге и прошли километров десять без отдыха и вдруг увидите дом смотрите в окно а внутри все чисто красиво убрано вам захочется войти и отдохнуть а может и остаться жить нечистый дух придет назад так вот и нечистый дух да его выгнали он походил по пустыне устал ему сильно жарко и хочется пить в общем подумал а возвращусь и опять туда где мне было хорошо проведите аналог притчи блудного сына он тоже хотел вернуться туда где ему было хорошо разница там ждали его там там и там ждали его ждал отец так вот дух вернулся и видит все выметено и убрано но в доме никого нет более того с радостью сам возвращается так собой зовет еще семь злевших духов и тому человеку становится еще хуже чем было до этого свою очередь человек который получил любое освобождение от любого нечистого злого духа и подобных обязательно должен прийти в церковь стать частью жизни церкви и быть наполненным духом святым иначе нечистый дух может вернуться в этом убранном чистом доме должен жить дух святой который даст силу жить свободно от греха жизнью быть свободным от атак и угроз злого духовного мира так так как уже нечистые духи возвратиться не могут место занято духом святым духовный мир человека как получить освобождение чтобы получить освобождение от любых влияний одержимости нужно куда идти когда вы заболели вы идете в больницу или в автосервис может они и рядом но вы идете туда где есть решение вашей проблемы конечно вы идете в больницу чтобы получить исцеление если у вас проблема с духовным миром куда вы пойдете в автосервис или церковь конечно туда где вы сможете получить исцеление конечно в церковь строение тела христова на земле ведь про свою церковь господь сказал в евангелии от матфея 16 глава стихи восемнадцатый девятнадцатый я говорю тебе ты пётр на сём камне я создам церковь мою и врата ада не одолеют ее девятнадцатый и дам тебе ключи царства небесного и что свяжешь на земле то будет связано на небесах и что разрешишь на земле то будет разрешено на небесах это евангелие от матфея 16 глава 18 19 стих тут важно во первых что церковь создается иисусом христом они людьми и именно церковь наполняют дети божьи без всякого сомнения эта церковь не людей или кого-либо от церковь его господь назвал ее моею я хочу на этом сделать ударение что церковь до сих пор принадлежит иисусу христу во вторых врата ада не одолеют ее то есть именно в церкви человек может найти убежище освобождение от злых нечистых духов и так далее почему господь сказал что ее даже врата ада не одолеют ее в третьих служители дети божьи смогут молиться освобождать исцелять и так далее почему почему такие люди хорошие нет бесспорно и безусловно это господь дал свое разрешение связывать и развязывать болезни нечистых духов и так далее вдобавок господь дал ключи царства небесного именно здесь люди спасаются становятся детьми божьими исполняются духом святым и рождаются свыше рождаются в царстве божьих духовный мир и в тут физически царство божье присутство божье это все церковь христа это все происходит церкви поэтому чтобы получить освобождение или защиту от злых нечистых духов нужно идти в церковь чтобы сделать сильным сделать сильным духовный мир человека нужно опять таки идти в церковь друзья хочу также и предупредить церковь также также сильна также как и сильна в защите на освобождение и исцеление также сильна и в осуждении наказание вплоть до до физической слабости и болезни а даже некоторые но многие написано словом многие умирают когда церкви неправильно относятся но про это в следующем подкасте задайте вопрос богу где мое место в церкви твоей спросите у духа святого прямо сейчас помолитесь и спросите задайте вопрос богу отцу небесному как бы там ни было сегодня мы путешествовали во времени немного смотрели что говорит апостол павел господь о церкви более того мы еще много будем говорить на темы духовного мира человека бога отца иисуса христа духа святого подписывайтесь и будем вместе путешествовать по страницам слова божьего в современном мире пожалуй сегодня я заканчиваю между прочим если вам понравилась запись или вы получили слово откровения духа святого конечно поставьте лайк подписывайтесь и делитесь и давайте привет братьям и сестрам когда вы ставите лайк мне нравится или делитесь рассказать друзьям вы помогаете служению спасению и распространению слова божьего аминь